Песня «В имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь». Господи, отцы, матери, братья и сестры, 4 ноября Святая Православная Церковь всегда празднует память Казанской иконы Божьей Матери, и наш народ празднует День Народного Единства, который приурочен именно к празднованию Казанской иконы Божьей Матери. Из предания Церкви мы узнаем, что обретение этого чудотворного образа совершилось в 1579 году от Рождества Христова, после того, как 28 июня в Казани был страшнейший пожар, который начался рядом с Церковью Православную и уничтожил большую часть города. И вот магометане они злорадствовали, потому что думали, что Бог наказал христиан, думая, что у нас вера наша ложная, так думали магометане, злорадствовали. Но Бог наказывает нас с вами всегда, чтобы мы исправились к нашему исправлению, как любящий отец. Потому что так сказано в Священном Писании, Бог, кого любит, того наказует. Сперва бьет, потом принимает, как заботливый отец, исправляя нас от наших грехов и наших заблуждений. И вот после того, как прошел этот страшный пожар, город начал восстанавливаться и строиться заново. Также и казанский стрелец Данил Анучин начал восстанавливать свой дом на старом фундаменте, строить его. И у него была 9-летняя дочь Матрона, которой Матерь Божия явилась во сне и сказала, что вот в таком-то месте на развалинах обгоревшего дома надо обрести чудотворный образ Божьей Матери. Матрона рассказала об этом сне своей маме, но мать не поверила. Потом Матерь Божия снова явилась второй раз к девочке и снова увещевала ее обрести этот образ. Снова сказала Матрона Матери, тогда они пошли к священноначалью, к епископу, но священноначалья тоже не поверила рассказам маленькой девочки, думая, что она фантазирует, выдумывает. И тогда Матерь Божия снова третий раз явилась во сне Матроне. И вот Матрона уговорила мать свою, чтобы они вдвоем начали обретать этот образ. И в указанном месте, они взяв лопаты и заступ, копая пепел изолую и обломки с греша дома, они обрели этот чудотворный образ. И тогда они рассказали священноначалью, епископам, воеводам о том, что все-таки это была правда, что это действительно было истинное явление Божьей Матери, и этот образ чудотворно обретен. И тогда духовенство вместе с воеводами, со стрельцами, с великими почестями, с торжественным крестным ходом этот образ Божьей Матери понесли в главный собор города Казани, и по пути совершалось много-много исцелений. Так два слепца исцелились во время этого крестного хода, приложившись к чудотворному образу. И, братья и сестры, этот образ Матери Божьей неразрывно связан с русской историей. В самые трудные моменты нашей истории, во времена нашествия наплеменников, во времена всяких моровых поветрий или других бед нашего народа, русский народ молился перед образом Казанским Божьей Матери и получал неуклонно, неотступно помощь Матери Божьей, ее заступничество и спасение. И вот, братья и сестры, 4 ноября, День народного единства, он посвящен победе русского воинства над поляками, которое произошло в 1612 году. Почему именно в День Казанской иконы Божьей Матери? Потому что, когда собиралось русское ополчение воевать против поляков, против тех, которые захватили Кремль и почти всю русскую землю, русские люди очень хорошо понимали, что все это попущение за грехи их, что так просто в нашей жизни не бывает скорбей, разорения. Только тогда, когда мы отступаем от Бога, а значит уходим от Его всесильной любви и защиты. Тогда, когда мы начинаем думать не о небесном, не о спасении своей души, мы начинаем терять смысл жизни. Заботимся больше, в первую очередь, о земном хлебе насущном, забывая о хлебе небесном, о благодати святого Духа. Теряется смысл жизни, и жизнь проживается впустую. Когда человек живет не с Богом, не в церкви, давно не исповедуется, не причащается. Как вернуть его в церковь? Уговорами. Но очень редко уговоры помогают вернуть человека в церковь, который потопает, погружается в житейское суете. И Господь уговаривает и уговаривает и одного, и другого человека, третьего, пятого. А если это весь народ потихоньку отходит от церкви, охладевает вере, то тогда Господь вынужден попустить какое-то бедствие, какое-то искушение, какую-то скорбь. И люди это прекрасно понимают, верующие православные, что любящий Бог, который вседержитель, который все владеет в этом мире, просто так ничего не делает. Все не случайно. И волос с головы вашей не упадет без воли Отца Небесного. И поэтому Бог попускает эти нашествия. И вот русское войско, которое было собрано стараниями Купса Минина и под предавительством князя Пожарского, понимали, что главная победа, которую надо одержать, это победа над самим собою, над своими грехами. Именно поэтому русские люди, воины, которые предстояла тяжелейшая битва, битва в те времена и в наши времена, ратный подвиг, это тяжелейший труд. Битва происходит с утра до вечера. С утра до вечера целый день махать мечом в смертельной опасности, получая раны. Сколько нужно сил, сколько надо выдержки, сколько надо смелости, сколько надо помощи Божией. И русские люди перед этой битвой наложили на себя трёхдневный пост. Не так, как мы говорим, вот у меня работа тяжёлая, вот у меня некогда поститься, надо обожраться мясом, чтобы лучше достигнуть чего-то в своей жизни, получить успех какой-то, получить силы. Нет. Перед этой тяжёлой битвой русские люди постились, каялись, просили помощи Божией и просили прощения за грехи свои. И молились перед казанским образом иконы Божьей Матери. Именно поэтому, что сердцами русские люди достигли Бога через покаяние, встретились с Господом в душах своих, в сердцах своих, и была одержана эта победа. Потому что главные силы нам даёт не мясо, не колбаса, а благодать Святого Духа, которая подаётся нам тогда, когда мы молимся, совершаем святые посты, исповедуемся, причащаемся. Эта сила, сила благодати, самая великая сила, сила любви, которой ничто не может противостать, и никто не может противостать. Все побеждающие силы любви. И русские люди обрели эту силу и победили врага. И князь Пожарский построил храм, собор на Красной площади во имя Казанской иконы Божьей Матери, где и был установлен этот чудотворный образ. Возлюбленные о Господе, братья и сестры, ещё раз вас поздравляю с этим святым днём и праздником, Казанской иконы Божьей Матери и Днём народного единства. Хочу сказать о том, что единство возможно только в Боге, в любви. Бог есть любовь. И поэтому и объединение семьи, и объединение всего народа, это только приход к Господу с послушанием, со смирением, выполняясь от улев Божию. Только придя снова в храмы, придя снова на исповедь и на причастие, каждое воскресенье, находясь в духовном подвизе, здесь на Божественной Тургии наш народ может объединиться, получить каждый из нас может всесильную силу благодати, силу любви и весь народ в целом. И тогда, конечно же, братья и сестры, у нас не будет ни строений, у нас не будет скорбей ненужных в нашей жизни из-за грехов наших. И тогда действительно народ наш будет непобедим. Тогда не будет попущений Божьих, если мы все вместе объединимся вокруг Бога, вокруг строительства храмов, вокруг служения Господу и родения, спасения своих душ. Помоги нам, Господи, молитвами и ходатайством причистая владычица нашей Богородицы, чтобы мы все пореже уходили из духовной жизни, отходили от духовной жизни, поменьше охладевали, получая скорби, возгревали свою душу в молитве, в покаянии. И главный смысл жизни своей видели в спасении души, в достижении Царства Небесного. А все остальное приложится нам. Помоги нам, Господи. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok